Ну что, здорово, молодой! С тобой, как обычно, Паша Клейнс и очередная серия по матрёшечке Роллеплей. Вот, я сейчас хубирую вот этих количеств билетов, как бы с ними не так всё понятно. Вот, записываю ролик 15 июня, там ещё был как бы конкурс, я надеюсь, что ты в нём участвовал и что-то выиграл, потому что надо, вот так вот, как бы, все это надо. Вот, короче говоря, сегодня мы поговорим за бизнесы, всё-таки я уже владею ими приличное количество времени. Посмотрим на финку, что они из себя представляют. Ролик будет достаточно короткий, но тем не менее. Играю я на матрёшке Роллеплей на пятом сервачке, конечно же. Если ты хочешь со мной или просто хочешь солететь в матрёшку РП, то всё, что тебе для этого нужно, это найти игру в Google Play Маркете или в App Store. Просто вводишь там матрёшку РП и кайфуешь максимально жёстко. Скачиваешь, соответственно, вводишь промокодик и гораздо быстрее прокачиваешься, ну, как бы, работаешь всё такое, там, папки зарабатываешь, первую тачку, потом вторую, потом третью. Ну, короче, максимально жёстко кайфуешь. И рано или поздно приходишь к тому, что при обрести бизнес. Но не ходи в Казик, потому что я в прошлой серии всрал, получается, сколько, 8 лямов или 9? Печально очень история, но тем не менее, правдивая. Вот так вот, не ходите туда никогда, пожалуйста, ну его нафиг. А я буду ходить для того, чтобы делать, завозить контентика для вас чутко. Итак, ну что же мы сегодня сделаем? Как я и сказал бы, сегодня посмотрим на мои безаки, они всё ещё мои, слава богу. Единственное, что у них меняется, это вот семья типа, вот это вот меняется. И, в принципе, всё. Вот, смотри, это вот для превьюшки. Ты увидишь вот такую, примерно, превьюшку, если я не забуду сейчас этого, конечно, сделать. Короче говоря, это паркомат номер 8. И, на самом деле, он стоил порядка 5 миллионов или 6 миллионов рублей непосредственно с ГОСа. То есть, он стоит очень приличных денег, на самом деле. Никто его не хотел покупать, я, возможно, что плюс-минус понимаю, почему. Вот, и как бы не знаю, на самом деле, норм или не норм. Вот эта вот вся история, но как будто бы гораздо лучше, чем мой магазин 24 на 7 каштан, который я также когда-то приобретал. Вот, что касаемо ценников, они здесь очень приличные, то есть 82 рубля за ОКУ. И что у меня тут самое дорогое? По-моему, это Велос Пауэр за 40 тысяч, да, он как бы снимается. И вот такая вот история. Вот, к слову, все мои мочинки, рано или поздно я бы прокачал вот эту Бэху. Она же i8, она стоит 22 тысячи, чтобы ее как бы снять. Я ни разу не катался на мотоциклах в матрешке РП. Я катался на мопедах, а вот на мотоциклах нет. Как будто бы можно было бы прокачать. Вот, в следующей серии я, скорее всего, прокачаю вот эту вот Бэху. Почему бы и да? Я бы ее даже сейчас собрал, наверное, и, ну, как раз кайфовался бы жестко. Заодно убедимся очень-очень быстренько. Вот такой и истории, что как бы вот документы туда-сюда. Так, вот они, документы. Да, еще здесь пока что ничего не улучшено. Но уже в следующей серии потихонечку будем улучшать. Так, я сейчас немножечко звук фатиши сделаю для себя, чтобы слишком это самое громко, короче говоря, не было. Итак, я сейчас хочу доехать до моего второго, короче говоря, бизнеса, который магазин Каштан 24 на 7. Там постоянно нехватка продуктов. И, по сути, я работаю там в минус, потому что у меня там нету никакой наценки. И цена за выход просто минимальнейшая. Вот, ну и как бы посмотрим, сколько уже там накопилось денег. Очень классно я еду, да, как бы почти что даже по правилам дорожного движения. И, как ты видишь, мои бизнесы, они очень-очень близко друг к дружке, короче говоря, находятся. Вот здесь вот непосредственно магазинчик Каштан у меня. Так, 43. О, это электрокар. А как его заряжать? Я даже не знаю. Ну, ладно, это мы уже все в следующей серии, что называется, разберемся. Так, го, я выйду и из машины, потому что, если я не выйду, то она будет моросить там всякое разное. Мне вот это вот особо не хочется, чтобы она моросила. Вот, ну вот это вот надпись, короче, будет появляться. И вот мой второй магазинчик, где абсолютно свободный вход и, как бы, наценку на продукты ты сейчас, в принципе, сам увидишь. Она просто минимальнейшая. Так, вот он, смотри, список товаров. И мы видим, что аптечка у меня стоит, как бы, всего лишь три соточки. Если мы немножечко пониже, еще вот так вот, хоп. Нифига себе, букет цветов 100 рублей. Просто халява, я не знаю. В реальной жизни ты такого букета не найдешь вообще абсолютно. Изменить номер также можно. Ремка за 2 500. Мне они, кстати, нужны, поэтому я их сейчас куплю. А, 4 у меня есть. Ну, ладно. Аптечки в обязательнейшем порядке тоже нужно. Пожалуйста, можно? Ага, недостаточно мест. Ну, ладно, буду иметь в виду. Короче, вот такой вот у меня магазинчик. Как бы, такая вот история. Ну, а теперь самое интересное. Ты 100% ждал именно этого. Какая здесь все-таки финночка-то будет? Я тебе сейчас ее в обязательнейшем порядке просто покажу, чтобы ты видел, что здесь, как вообще, и так далее. Соответственно, мы заходим вот сюда. Имущество, бизнес, непосредственно вот этот каштанчик-магазинчик. Мне как раз привезли сюда продукты, которые я прямо сейчас закажу. Если что-то я заказываю за достаточно приличный прайс, у меня стоимость одного продукта 36 рублей. Просто периодически, вот я, я же как бы есть у дальнобоев. У некоторых стоимость одного продукта 25 рублей. Они заказывают одну тысячу продуктов, за которые я, как дальнобойщик, получу вообще фигню. Так вот, думайте о дальнобоях тоже, иначе никто не будет вам возить продукты. Все очень просто. Я вот о дальнобоях думаю, поэтому и стоимость одного продукта очень приличная. Вот, можно как бы еще больше, но я тогда не почуну, мне кажется, этот магазин. Итак, мы начнем с паркоматика. Вот, смотри, получается, мне тут уже все продукты привезли, прочее, 5-е, 10-е. Владелец Рауль Гавнеси. Госстоимость 5 миллионов. То есть, именно за этот, за этот ценник я, получается, взял вот этот вот, кто он, паркомат. Наценка на товар 200%, арендован до 22 июня, до 19.35, то есть, очень приличное еще количество времени. И я могу, как бы, это самое, ну, где-то там попроебываться, понял, вот, в этих моментах. Но, на самом деле, лучше этого не делать, конечно же. Ну, а так как я отыгрываю, как минимум, 2 часа за сутки, периодически, то, как бы, все good. Итак, мы заходим в финансовую статистику. И что мы здесь видим? На самом деле, она меня радует, потому что сейчас практически каждый день что-то очень даже хорошо вот это вот капает. И уже совсем скоро я, а нет, подожди, я уже окупил этот паркомат, по факту. Ну, то есть, периодически я снимаю все деньги с бизнесов, ну, кроме, там, 36 тысяч, чтобы на продукты что-то осталось, да. И, соответственно, у меня там накоплено уже чуть-чуть денег есть, как бы, да. То есть, порядка 8 или 7 миллионов. То есть, этот паркомат у меня уже окуплен. И я на фоне, тем временем, листаю вот эту вот всю историю. И ты видишь, что здесь все очень хорошо, максимально, и меня это устраивает. Да, понятное дело, что есть супер-мега-бизнесы, которые гораздо большую прибыль приносят. Но, как будто бы, вот этого мне пока что более чем достаточно. Вот. Так что, вот такая вот история у нас непосредственно с паркоматом. А сейчас мы зайдем непосредственно куда? Непосредственно, конечно же, в бизнес 24 на 7 магазин Каштанчик, который 25-й бизнес. Гостоимость у него 6 миллионов. Я его купил за 44 миллиона рублей, чтобы ты поднимал, с аукциона. Это просто была жесть. Люди за него максимально жестко сражались, все такое. И, тем не менее, все-таки получилось посражаться. Нужно учитывать, что я иногда собываю покупать продукты. В него буквально дня 3 было простоев. Но, тем не менее, я тебе сейчас покажу непосредственно финансовую статистику. К слову говоря, я не улучшаю этот бизнес, потому что он приносит очень мало денег. И вообще в этом нет никакого смысла. Я не вижу в этом смысла. Вот. Ну и, соответственно, ты видел также наценка всего лишь 100%. Вход бесплатный. То есть, ну, по сути, все для подписоты и для ребят, которые непосредственно живут в этой области. Они знают, что есть минимальнейшая просто наценка. И плата за вход 0 рублей. Это прекрасно, я считаю. Итак, финансовая статистика. Давай залетим и посмотрим с самого низу. Начиная с 26 мая. То есть, мы с тобой что видим? Что периодически есть и 135 тысяч, и 31 тысяча. Затем 66. 208к. Нифига себе. 30 мая. Но больше этих чисел особо-то нет. То есть, в среднем, ну, тысяч, наверное, 40. Периодически, да, есть, конечно, и более жесткая стата. Но, как бы, это очень редкая такая история. Это вот люди ремками там закупаются еще чем-либо. Я даже не знаю. Ну, то есть, здесь все гораздо слабее. Ну, если учитывать, что я этот магазин взял за 44 миллиона рублей. Но ты видишь, как это все здесь, собственно говоря, выглядит. Как это все реализовано. Зачем там текуля летает на вертолете вообще рядом? Что вообще здесь происходит? Ну, ладно, пусть как-то летает. Что за жесть? Короче говоря, вот он мой. Второй уже бизнес. Первый тоже, в принципе, видел. Они оба у меня в Арзамасе находятся. Вот. И если у тебя есть желание, то приходи в магазин 24 на 7 каштан. Закупайся здесь продуктиками. Туда-сюда максимально жесткую суету наводи. И, короче говоря, ну, ты тут, конечно, не покушаешь, да? Но зато аптечку там, тросточку, цветочки, фотоаппарат, симочку поменять. Пожалуйста, вот сюда, непосредственном. А находится вся эта история. Ну, ты, в принципе, видишь, где вот эта вот стрелочка, да? То есть, вот это вот все у нас. Арзамасик. И вот здесь вот это все дело находится. Вот. И паркомат, в принципе, тоже видел, где он практически в районе казино находится. Я думаю, что именно поэтому он плюс-минус окупается. Потому что есть еще один паркомат, который еще дороже, с ГОСа. Вот. Который никто не покупает. Но, как будто бы, надо бы кому-то его купить. Ну, что же. С тобой, как обычно, был Fasha Clancy непосредственно. В следующей серии мы прокачаем вот эту лайбочку. Посмотрим, что она из себя будет представлять на дороге. Хотя это, как бы, казалось бы, нифига себе сегментик, да? Что называется. Вот. И также уже в следующих сериях я бы прокачал три знаковых автомобиля. А именно один из этих автомобилей это Lexus IS500. А второй это Lada Granta. То есть, там завезли именно внешний тюнинг. Я бы посмотрел, что это вообще, как и где. Ну, что это такое, короче. Вот. С тобой был Fasha Clancy. Это пятый сервачок матрешки Ролеплей. Залетай, если еще и используй промокодик Clancy. Ну, то есть, Clancy, как вот. Имя моего канала Clancy Show. И вот первое, короче, слово, это промокодик. Он тебе даст приятные плюшки. А эти времена полечу. Увидимся с тобой уже завтра на матрешке. А может, и не только на матрешке. Посмотрим. Все. F9. До скорого.